Здравствуйте! В эфире новости в студии Мария Кондиус и в начале выпуска коротко о главных темах. Два раза в левтоушке попадали за весочкой сюда, в этот, в кювет. Смертельная ловушка, ямы на Охотской трассе стали причиной серьезных аварий. Вместо ожесточенных боев уже 30 лет там подымали, все подымали, подымали. Дорогами войны в Смердыховском районе открылся поисковый лагерь Дальневосточный фронт. Сложности нет, я пишу нормально, мне даже нравится, как я пишу. Аз Буки-Веди. В день славянской письменности юные южно-сахалинцы взяли в руки чернильные перья. Дети у нас сейчас обучаются в других приспособленных помещениях. В новой школе «Быть» в Сирокурильске ждут нового подрядчика для ключевых местных строек. Я готова бежать и получать медаль всегда. От знака ГТО до олимпийской медали завершилась традиционная спартикиада среди островных дошколят. Дорога на Охотское стала опасной для островных водителей. Последние несколько дней отсюда регулярно поступают новости о попавших в аварии автомобилях. Виной всему сложный участок дороги, на котором появились ямы и выбоины. Кто испортил асфальтовое полотно и сколько еще будет продолжаться марафон и ДТП, разбиралась Кристина Ким. Трасса до Охотского моря знакома почти каждому жителю Юга Сахалина. Все кочки и небольшие ямы бывалые автолюбители уже знают от и до. Однако дорога преподносит новые сюрпризы. С каждым днем полотно все больше разрушается и вовсе нет бесконечного потока отдыхающих в выходные дни. Серьезные глубокие просадки на почти 40 километрах встречаются трижды. Дефекты располагаются с 9 по 15 километр. Трассы Лесвиничный-Охотск все они образовались от механического воздействия. Уж слишком большая нагрузка именно на этот участок дороги. Каждый день с утра до позднего вечера ездят самосвалы, груженные песком и щебнем. Так полотно не выдерживает и просто трескается. Знаков предупреждающих об опасных ямах недалеко от карьера из Двестковы не оказалось. Да и сами водители, если бы знали о дырах, навряд ли стали рисковать с собой. Она еще не в моем вкусе. Джип не единственный улетел в кювет. Ямы загнали в ДТП только за выходные и понедельник еще три машины. Зато в районе села Весточка дорожники все же разместили предупреждение. Местные жители уверяют, если бы установили знаки раньше, многих аварий можно было избежать. Сахалинцы уже устали от оглушающего звука тормозов, низкого качества, твердого покрытия и его содержания. Нас трясет, амортизация очень плохая, автобусы очень часто ломаются. Эти ямки нам, конечно, приносят очень большой дискомфорт. Ямы разбиты все это, а ремонтировать никто не занимается этим абсолютно. Вот сейчас только наглядно, например, наверное, видели, что там асфал, там грузовик огромный лежит в кювете, но что-то ужасное. Трасса длительное время не ремонтировалась капитально. До 2023 года областной Минтранс планирует реконструировать 5 километров дороги. Мы полностью приведем дорогу в нормативное состояние. То есть мы полностью заменим дорожное основание, дорожное покрытие, обустроим участки в соответствии с нормативными требованиями. Все дыры по Охотской трассе обещают устранить до 30 июня. А до этого момента к концу недели самые аварийные ямы засыплют асфальтовой крошкой. Кристина Ким, Данила Маслов, Алексей Вержинский, телекомпания ОТВ. Более 50 поисковиков со всей России собрались в лагере Дальневосточный фронт. Участники движения проведут в Смирныховском районе две недели. Все это время они будут искать останки советских бойцов, павших на 50-й параллели в августе 45-го года. Отдельная группа занята поиском захоронения более чем 20 танкистов. Подробности у Евгения Конькова. О том, что такое Дальневосточный фронт, сегодня знают поисковики по всей России. Подготовка к экспедиции началась за неделю до открытия. Ставили палатки, биотуалеты, проводили воду, встречали гостей. На торжественный старт приехало более 50 человек. Но в течение нескольких дней их количество увеличится. Я надеюсь, что эти две недели будут полотворные. И ребята, которые приехали из 20 регионов, они все-таки будут вспоминать потом эту экспедицию как одну из лучших по условиям приема, по условиям проживания. Ну а по результатам будем уже говорить через две недели. Анна Касатова представляет Санкт-Петербургское отделение поискового движения. На Дальневосточном фронте второй раз. Лично находить наших бойцов девушке пока не доводилось. Но навсегда запомнила, как в лесах Ленинградской области нашли запаянную гильзу от 45-ки. Внутри записка от рабочих завода защитникам Родины. Мы находим записку, на которой имена и отчества людей, они написали, что мы все стахановцы, мы делаем три нормы в день. Мы, я вспоминаю, очень волнительный момент. Мы реально просто прыгали, радовались, обнимались. Цель участников экспедиции – поиск останков советских бойцов. Согласно документам, неподалеку от современной автотрассы Южно-Сахалинск-Аха должно находиться временное захоронение 21-го танкиста. Чтобы найти братскую могилу, группа активистов работает неподалеку от лагеря. Бьют шурфы, которые могут много сказать опытному поисковику. То есть, если почва перемешанная, значит, копали. А если этот, то бросаем. В общем, будем стараться. Ну и, естественно, по гильзовке пройдемся, потому что все-таки это место ожесточенных боев. Уже 30 лет там подымали, и все, подымаем, подымаем, подымаем. В прошлом году участники экспедиции нашли останки троих бойцов Красной Армии. Их имена пока остаются неизвестными. Евгений Коньков, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ. Сахалин под надежной защитой островные расчеты береговых комплексов «Бастион» уничтожили боевые корабли условного противника. В ходе плановой тренировки бойцы выдвинулись в район развертывания и успешно отразили атаку диверсантов на колонну. Затем военнослужащие заняли позицию на побережье и приготовили установки к бою. Осталось только провести разведку, обнаружить корабли условного противника и уничтожить их. С этими задачами «Бастионы» справились на отлично. «Бастион» предназначен для защиты морского побережья протяженностью свыше 600 километров. «Бастион» способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет «Оникс». 24 мая в России отмечается День славянской письменности. Принято вспоминать создателей азбуки Кирилла и Мефодия. Праздник напоминает и об истоках нашей духовности. В Южно-Сахалинске его отметили за партами. Ученики русской классической школы писали буквицы пером, «Макаева в чернила». Игорь Антипов оценил их каллиграфический почерк. Возникновение азбуки сродни открытию огня. Основу основ преподают маленьким сахалинцам в рамках Дня славянской письменности. Необычный урок организовали в русской классической школе Южно-Сахалинска. «Начинался наш алфавит с буквы... И сейчас он начинается. С какой буквы, ребята? С буквы А. А называлась она раньше? Она читалась как А, конечно. А сама по себе буква называлась АС». Буки, Веди, Глаголь. Если сложить эти буквы, то получится фраза «Я буквы ведаю», то есть знаю. Кириллица братьев Кирилла и Мефодия хоть и претерпела языковые изменения, но сегодня на ней пишут свыше 70 народов славянской группы. «Раньше каждая буква имела свое значение для того, чтобы самые главные слова русский народ не забывал. Это что такое жизнь, да, живота, буква живота, что такое глаголь, говорить, это очень важно, аз. То есть вот у каждой буквы было свое название, и помнить истоки своей культуры, это означает идти в будущее и сохранять Россию дальше». Три года назад появилась в Южно-Схолинске русская классическая школа, основанная на системе советского образования. Историю преподают с первого класса. В праздничный день ребята вооружились перьями и чернильницами. Они старательно выводят текст русской вязью. Буквы одна за другой связываются в непрерывный орнамент. Педагог задал, чтобы мы написали И.С. Тургенева русский язык. Такое небольшое степотворение. Православные праздники мы празднуем. Вот день памяти Кирилла и Мефодия. Мы каждый год пишем церковно-славянские буквы, что-то лучше читаем. Благодаря субсидии правительства области здесь реализуют программу патриотического воспитания Сахалины Курилы «Начало земли русской». Игорь Антипов, Алексей Вершинский, телекомпания ОТОВА. Современный катамаран для морских прогулок появится в Сахалинской области. Его уже буксируют из Китая. 29 мая судно зайдет во странную гавань, а с 15 июня начнутся туристические поездки. Катамаран «Авангард» будет ходить по трем направлениям. Шесть дней в неделю путешественники смогут отправиться из Корсакова на маяк Анива, озеро Бусея, мыс Мраморный. Второй маршрут из портового города до мыса Ковришка и мыса Корильон это путешествие будут проводить один раз в семь дней. Еще один морской путь Невельск-Манерон. Туристам он будет доступен шесть дней в неделю. Самое главное, катамаран будет комфортабельный, со всеми удобствами. Там будет 50 мест, там будет 4 туалетных модуля с душевыми, там будет барс и там даже будет спутниковый интернет, поэтому туристы могут находиться всегда на связи со своими близкими. Забронировать поездку можно будет с 25 мая, с 1 июня платить за резервированное место. Новая школа, районная больница, взлетно-посадочная полоса и жилые дома. Все эти объекты в Северокурильске очень ждут грамотного и ответственного подрядчика. Прошлый таким не оказался, поэтому пока ключевые для муниципалитета стройки заморожены. Наша съемочная группа побывала на пару мушире, чтобы разобраться в перипетиях строительной дилеммы. Здание новой школы в Северокурильске могло бы носить имя «Ассоли». Только вместо розовых парусов оно дожидается ответственного подрядчика. С прошлым компании «Спира» договор пришлось расторгнуть. Строители почти довели учебное заведение до ума, но потом начали затягивать работу. Дети у нас сейчас обучаются в других приспособленных помещениях. Это в детской школе искусств и это в малышковом крыле непосредственно средней школы. И естественно не хватает, то есть происходит обучение в две смены. Достаточно сложный учебный процесс как у детей, так и у учителей, потому что они идут из одного корпуса в другой. На объекте остается доделать внутренние работы и фасад. Школа рассчитана на 288 учеников и полностью закроет потребности муниципалитета. Не меньше ждут на Промушире и новую больницу. Пока на месте только металлический каркас. Проблема, как и подрядчик, те же. Новое медучреждение общей площадью свыше 6000 квадратных метров будет разбито на два блока. Трехэтажный и двухэтажный. Здесь разместят сразу и больницу, и поликлиническое звено. Медучреждение будет рассчитано на 100 посещений в смену и иметь 30 коек в стационаре. Ситуацию с объектами в Северокурильске держат на контроль в областном Минстрое. Например, стоимость работ и подорожавших материалов учли, смету для нового акциона пересчитали. В листе ожидания и два жилых трехэтажных дома. Один дом, который позади меня, мы планируем в текущем году завершить строительном этажной работе. Второй дом ЦРБ и школа мы планируем завершить в 2023 году. Один из ключевых вопросов для строительной отрасли в Северокурильске – это завоз материалов. Часть возьмут на себя местные компании. Тот же щебень здесь уже разрабатывают. Нет проблем и с другими инертными компонентами. Остальное сегодня везут морем, но в перспективе часть грузоперевозок смогут взять на себя самолеты. Взлетно-посадочная полоса тоже ждет нового подрядчика. Аукцион по недостроенным объектам планируют провести в июле. В случае успеха самолеты прилетят на Пармушир уже к концу года. Наим Прошуков, Максим Чернобровкин, телекомпания ОТВ. В России социальная помощь станет еще более доступной и адресной. Соответствующий законопроект в третьем окончательном чтении приняла Государственная дума. Инициированный правительством России закон описывает механизм автоматического выявления нуждающихся в социальной поддержке граждан. Этот закон позволит сократить сроки предоставления жителям Сахалина и Курил мер социальной поддержки. На основании сведений, которые у нас есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения, можно будет своевременно выявить тех, кому эти меры необходимы, и своевременно информировать этих людей о положенных им выплатах. Автоматизированным станет процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка имущественной обеспеченности. Эти данные будут формироваться с помощью Единой государственной информационной системы. В ней содержатся данные, обрабатываемые Пенсионным фондом России. Государство будет информировать граждан о льготах, на которые они имеют права. А гражданину останется только при необходимости подать соответствующее заявление. До начала лета осталось буквально несколько дней. Родители уже готовятся отправить своих детей на летний оздоровительный отдых. Более подробно о том, какие смены в этом году организуют лагеря и как получить компенсацию за покупку путевок, мы поговорили с министром образования Сахалинской области Анастасией Киктивой. Запись беседы смотрите прямо сейчас в рубрике «Гость студии». Анастасия Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Практически мгновение нас отделяет атлета. Большинство родителей уже куплены путевки в детские лагеря. Как в этом году будет организована летняя оздоровительная кампания, существуют ли какие-то ограничения? В этом году мы готовы принять в загородные лагеря, в досуговые объединения, в учреждения дополнительного образования, в учреждения культуры и спорта больше 58 тысяч наших школьников. Мы работаем до каждого ребенка, до каждой семьи, которая нуждается в предоставлении данной услуги. Потому что действительно понимаем, что в связи с той ситуацией, которая разворачивается в стране, с эпидемиологической ситуацией, очень многие семьи остаются на территории Сахалинской области. Мы рады, что в этом году, в марте, приняты новый порядок в санитарных правилах и возвращена стопроцентная мощность загрузки загородных оздоровительных лагерей, что позволит нам вести дополнительные путевки в данные учреждения. В этом году мы будем открывать пять учреждений загородных отдыха и оздоровления к уже имеющимся мощностям на территориях лагерей «Юбилейный», «Лесное озеро», «Чайка», «Восток», который будет открывать подвенственные учреждения Министерства спорта. У нас в реестре добавилось учреждение «Сенегорские минеральные воды». Поэтому по данным учреждениям родители, которые купят путевки самостоятельно, смогут рассчитывать на компенсацию. Как организована программа для детей, на что сделан упор в этом году? На самом деле мы постоянно мониторим то, что пользуется спросом у детей, у родителей и открываем новые направления в зависимости от спроса. Мне кажется, очень правильным те практики, которые развиваются, например, в областном центре, открытие образовательных интенсивов при школьных кванториумах, либо какие-то программы технического творчества, естественно, научного творчества, которые развиваются на точках роста в сельских школах. Я бы отметила программу пришкольного, или вот площадки, которая открывается в лагере при парке Юрия Гагарина в областном центре. У нас есть очень интересные практики профильных смен и в наших загородных лагерях. Так, в юбилейном будет открываться смена, посвященная театру. Например, на базе «Востока» в августе месяце мы впервые попробуем профильную смену по модели «Авангард». Есть ли какие-то уникальные практики организации региональных профильных смен? Да, мне кажется, очень интересной практикой, которая впервые, кстати, в России была пробирована на территорию Сахалинской области, по организации смены «Большая перемена» на базе загородного лагеря «Лесное озеро». В режиме проектной деятельности ребята представляли свои замыслы социальных проектов абсолютно на разные темы – и по здоровому образу жизни, и по экологии, и по патриотическому направлению. И затем разрабатывали проекты реализации своих инициатив. Или, например, такая смена, которая прошла в мае месяце по Содружеству Орлят России на базе учебно-тренировочного центра «Востока». Анастасия Николаевна, а как отправить ребенка за пределы области на летний отдых, и можно ли компенсировать часть затрат? Во-первых, у нас есть определенная квота в такие всероссийские детские центры, как «Артек», «Орленок», «Океан». И они распределяются на основании определенных документов, конкурсной комиссии. И необходимо обратиться в муниципальное образование для того, чтобы уточнить, какое количество квот, на какие смены, в какие лагеря непосредственно можно подать заявку. Также можно самостоятельно на сайте всероссийских детских центров заполнить такое заявление и на конкурсной основе, подгрузив определенные документы, которые подтверждают достижение ребенка, выиграть конкурсный отбор и получить такую путевку. Также можно самостоятельно приобрести в любой загородный лагерь путевку, но нужно обязательно обращать внимание на то, чтобы лагерь был в реестре организации, которые оказывают такие услуги. С реестром можно познакомиться на сайтах региональных министерств по месту расположения данных лагерей. В нашей области принята очень хорошая мера поддержки для семей, которые приобретают путевку. После того, как ребенок отдохнул, можно обратиться в Центры социальной поддержки по месту жительства и предоставить соответствующие документы. Можно рассчитывать на компенсацию 85% от среднеустановленной стоимости путевки. Максимальный размер выплаты будет составлять чуть больше 48 тысяч рублей. Также хочу напомнить, что в этом году действуют федеральные меры поддержки, по которой также можно получить до 20 тысяч рублей возврата за самостоятельно приобретенную путевку. Анастасия Николаевна, спасибо большое, что стали гостем нашей студии. До свидания. Спасибо, до свидания. Это еще не все новости. Смотрите далее в нашем выпуске. Газпром-класс к этому приспосабливает. То есть ты видишь какую-то высокую цель и ты хочешь ее достичь. От школьной скамьи до карьеры в компании для выпускников Газпром-класса прозвучал последний звонок. Я готова визжать и получать медали всегда. На пути к значкам ГТО завершилась традиционная спартакиада среди островных дошколят. Интернет-магазин «Удобряшки и растюшки» предлагает большой выбор удобрений, семян, стимуляторов роста, более двух тысяч видов товаров, заказ от 500 рублей. Все для вашего сада и огорода. Мы заботимся о вас и сохранили бонусную систему. Получите бонусную карту бесплатно, копите баллы за покупки и оплачивайте до 50% стоимости. Один балл равен одному рублю. А еще 10, 20 и 30 числа каждого месяца действует повышенный бонус. 25% от покупки вернется бонусами на карту. Любимые. Выгода рядом с домом. Торговый дом СМС представлен во всех актуальных социальных сетях. Также вы всегда можете посетить наш сайт tdsms.ru, где при заказе от 2000 рублей доставка в подарок. СМС. Работаем для вас. Лекарства на дом. Легко. Все необходимые препараты вы можете заказать на сайте sah-аптека.рф. Доставка на дом и в офис. Можно также оформить доставку до ближайшей аптеки вашего города, где вам удобно забрать покупку. Аптека номер один Южно-Сахалинска. Работает круглосуточно. Инсульт. Это острое нарушение кровообращения в головном мозге. Если не оказать помощь вовремя, недуг может привести к необратимым последствиям. Основные признаки инсульта – головная боль, ухудшение зрения, слабость, непонимание обращенной речи, частичный или полный паралич конечностей. Профилактика инсульта является здоровый образ жизни, сбалансированное питание, регулярный сон, физическая активность, отказ от вредных привычек. Берегите здоровье. ВИЧ-инфицированные могут жить нормальной жизнью и имеют право на интересную ему работу и уважение его коллег. Работодатель и коллектив не вправе дискриминировать ВИЧ-работников. С этой целью разработан обучающий модуль по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, способный повысить уровень знаний и осведомленность работников о путях передачи ВИЧ. Пора разрушать мифы. Каждый работник должен знать, что такое ВИЧ, а главное понимать, что ВИЧ не передается через дружбу и трудовые отношения. Последний звонок прозвучал для выпускников «Газпром-класса». В этом году это 28 ребят, которые на «ты» с техническими науками. Сейчас у будущих абитуриентов есть возможность поступить на целевое обучение ведущей вузы страны за счет «Газпром-добыча шельф Южно-Сахалинск». Подробности далее. Будущие специалисты нефтегазовой отрасли Георгий Зайцев и Владислав Кон выясняют, чем эффективнее поднимать блок с помощью импровизированного крана из нитей или по наклонной плоскости. Физику ребята изучают углубленно в профильном «Газпром-классе». В данном случае в нашей ситуации наклонная плоскость оказалась выгоднее. Да, 6%. По идее, вообще блок должен выигрывать по КПД. Но из-за того, что у нас вышла большая погрешность, ввиду того, что у нас высота была довольно маленькая, было сложно рассчитать. Помимо физики, ребята усиленно студируют математику, химию и другие дисциплины, связанные с нефтегазом. Ребята, если поступают на профиль «Газпром-класса», то там же у них есть и создание вышек, и удобство добычи, и профили. То есть все это они учитывают. «Газпром-класс» – это образовательный проект и первая ступень цепочки подготовки высококвалифицированных кадров. Около 80% выпускников «Газпром-класса» поступают потом по профилю. Это победители всероссийских олимпиад, это победители олимпиады «Газпром-ступени». Это те дети, которые поступают в лучшие вузы России. Среди вузов-партнеров именитые РГУ, нефти и газа имени Губкина, Санкт-Петербургский горный университет, МГТУ имени Баумана и другие. Закончив их, студенты-целевики устраиваются в компании группы «Газпром». Всегда требуются кадры во всем спектре наших рабочих специальностей и инженерных специальностей. Выделить какую-то особенную – нет, я не готов. Но очевидно то, что нас интересуют умные, любознательные люди, интересующиеся жизнью. В этом году последний звонок прозвучал для 28 учеников «Газпром-класса». Во-первых, я, как сказать, обрел амбиции, то есть двигаться куда-то дальше. «Газпром-класс» к этому приспосабливает, то есть ты видишь какую-то высокую цель, и ты хочешь ее достичь». Семеро выпускников профильного класса уже работают на шельфе, а сейчас 17 студентов проходят целевое обучение за счет «Газпром-добыча шельф Южно-Сахалинск». Алиса Львова, Мария Конди, Уз Данила Маслов, телекомпания ОТВ. Уже несколько десятков островитян стали участниками проекта «Мир детства», приуроченного к Международному дню защиты детей. Напомню, медиахолндинг «Уберские ведомости» запустил акцию «Главный герой», который – дети наших телезрителей. Присоединиться к проекту может каждый житель Сахалина и Курил. Для этого необходимо на электронную почту прислать видео с участием своего ребенка. Оно должно быть снято в горизонтальном формате. «Дети играют с животными домашними, дети шуточно на каком-то мероприятии друг с другом общаются, дети играют в песочнице, в конце концов. То есть это могут быть разного формата ролики абсолютно». В письме необходимо указать фамилию, имя, отчество ребенка и родителя, а также контактный телефон, заполнить и прикрепить согласие на обработку данных. Образец документа находится в нашей группе ВКонтакте. Трансляцию роликов смотрите в эфире телеканала с 1 по 10 июня на YouTube-канале ОТВ «Сахалин», на сайте «Саханлайн» и в соцсетях. Традиционная сельскохозяйственная ярмарка «Весна Сахалина» прошла в областном центре. Свои товары представили более 200 участников. Среди них – сельхозпредприятия, крестьянские фермерские и личные подсобные хозяйства, садоводы и огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также торговые организации, реализующие инвентарь вспомогательные расходные материалы для садоводов и огородников. Весенняя ярмарка у нас нацелена на посевную. То есть здесь у нас представлены семена. Пожалуйста, пользуются спросом очень рассада, пользуются спросом очень животные. В этом году птицефабрика «Островная» вывезла на продажу курни сушек. Вторая сельскохозяйственная ярмарка пройдет осенью. Местные товаропроизводители представят уже свой урожай. Для посетителей это возможность приобрести без нацена качественный товар непосредственно у производителя. На острове прошла 12-я спартакиада. Среди дошкольных учреждений Сахалинской области детсадовцы из семи муниципалитетов выполняли нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В завершении провели легкоатлетическое двоеборье. Больше 70 ребят показали скорость и выносливость на стадионе «Спартак». Там побывал и наш корреспондент Игорь Антипов. Ножки вместе. Тянем спинку, достаем до пола. Коленочки не сгибаем. Я не умею. Тянем, разминаем спинку. С инструктором по физкультуре Мария Дробот из детсада «Солнышко-Южно-Скалинска» не поспоришь. Это она в нынешнем сезоне привела малышню к победе на чемпионате семейной спортивной лиги «Хоккей в Валенках». Благодаря таким наставникам мальчишки и девчонки продолжают дружбу со спортом. Активно включаются в комплекс ГТО, начиная с первой ступени. Смирно! Прямо. Здравствуйте, чемпионы! Здравствуйте! Подготавливают дошкольников к будущей жизни, к школе. Тем более на секции в основном у нас бесплатные начинаются с 7 лет. Это школа. А любая секция сейчас требует сдачи каких-то нормативов. И комплекс ГТО в этом очень хорошо помогает. Одна из ее способных воспитанниц – Злата Курильчик. 30-ти метровку пробегает на уровне серебряного знака отличия. Хоть и немного отстает от других, девочка по натуре больше марафонец. Предпочитает длинные дистанции. Родители я никуда не беру, я сама тренируюсь. На физкультуре я всегда, я люблю физкультуру, поэтому я всегда на физкультуре занимаюсь. Я люблю там отжиматься, я новые отжимания сделала, пресс качать люблю. Комплекс достаточно непростой состоит. Из 7 видов на золотой знак отличия, на серебряный знак отличия и бронзовый. В целом ребята достойно выступают, показывают хорошие результаты. И знаки отличия они могут уже получить во втором квартале 22-го года. Если на 30 метрах соперничают по трое, то уже на километровку ребят выставляют по 13 человек. На стадионе «Спартак» они преодолевают два с половиной круга. ГТО на самом деле классное. На нем очень круто бегать. И получается много медалей. И грамот. В командном зачете выиграл детсад «Аленушка». Вторые – детки из «Веснушки». Тройку призеров замкнули дошколята из «Солнышка». Все из Южно-Скалинска. Игорь Антипов, Дмитрий Коляровский, телекомпания «ОТВ». Я напоминаю, что эти и другие новости вы также можете посмотреть на нашем YouTube-канале, а также на сайте информационного агентства «Сахонлайн» и в социальных сетях. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи. С 2014 года в России было зафиксировано более 15 преступлений с применением насилия в учебных заведениях несовершеннолетними. Станьте для вашего ребенка другом, с которым можно поделиться своими переживаниями без страха. Уделяйте больше внимания его проблемам и взаимоотношениям со сверстниками. Не все дети одинаково счастливы, но абсолютно каждый заслуживает нашего внимания. Детям нужно ну очень много для счастья. Гоночные аттракционы, изысканные деликатесы, удивительные открытия. И в ямку бух! А чтобы детского счастья стало еще больше, воспользуйтесь выплатом при рождении ребенка в рамках национального проекта «Демография». Субтитры создавал DimaTorzok Демография 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 Демография